всем привет дорогие друзья доброго вечерочка бурк продал я 38 не сейчас сам на ней езжу вот только забрал вчера пока катаюсь да я на ней поездил такая классная тачка опять продавать не хочу сергей масло что делать если брат купил у вас дозе 099 и не вылазит из нее и заколхозил мама не горюй включить ему песню тазофилия у него болезнь его надо вести срочно к тазобологу тазоведролог вот к тазоведрологу вот я вспомнил как врач врач называется у нас азамат тазоведрологом работает городским он сразу говорит опять начинает коробка сцепление начинает когда он тебя полный счет выставляет за ремонт и сразу такого ножком похожу короче поэтому кому надо пешком двигается вроде машина есть но ходит пешочком дайте расскажу не донатьте я вчера только забрал е-38 эмоции отличные у нее полностью новая ходовка вообще вся новая ходовка мы в итоге же и рулевую трапецию поменяли все рулевые наконечники поменять все поменяли там полностью новая ходовка сделан сход развал она на новой резине летний на абсолютно новой резине на отбалансированных 18 катках это просто чудо и ты в нее садишься это это диван то есть ты едешь на диване на мягком диване на знаете таком приятном велюровом старом немного проперженном но очень комфортном и в прошлом дорогом диване то есть она как ямки все сглатывает пусть она на магнете морали собрана на газовых стойках на жестких но все равно она даже на жестких стойках работает мягко пружины у нее на пружины новые даже да там порные подшипники закладные селон блоки у меня заказ наряд на без запчастей на 200 косарей без запчастей 200 косарей то есть там было уплочено а работает abs работает dsc то есть это другая машина стала понимаете вот я отмыл короче знаете этим азелит для плит как вам на бачки посмотрите на фары короче знаете чё я обосрался я азелитом залил крылья крылья двери залил нечаянно и у меня краска слезла а я только покрасил машину прикиньте боже я только покрасил машину и азелитом повредил свежую краску сидел тер наждачкой как ол упалировывал ну я имею ввиду счищал рытвины короче кто будет азелитом пользоваться делайте это настолько осторожно оклеивайте всю машину то есть оклеивайте ее всю пленкой кроме мест где вы будете наносить азелита начала к красочному покрытию будет сразу будет стрим шашлычный с даниилом я не знаю если там интернет будет нормально работать милт и я там в этом году работает прикиньте если пусть сегодня блин я в этом году приехал и у меня лт е работает на даче такого не было вообще никогда то есть нет режим максимум там горел возможно вышку новую поставили обещали в 2022 году типа если лт ешка будет работать пацаны ради бога вообще говно вопрос хоть стримы хоть общение и так далее без проблем миша хай серия про газель попекровали на благо возможно настанет день и я ее выкуплю обратно хе-хе-хе спасибо спасибо слушай игруми мама сказал чтобы я не трогал газели если она просто будет не нужна чтобы я отогнал на дачу накрыл этой пленкой для теплицы и пусть она там стоит короче под этот под домом спасибо мне за меня запрещают продавать газель серьезные тебе чтобы я не трогал ее потому что это полезная в хозяйстве машина миша есть планах снимать обзоры на тачке не мне душа взять обзор на тачке надо на ней поездить какое-то длительное время нельзя там сесть прокатиться ну-ка хэнсон например такой обзор юмористический у него например сатиристический потому что ну он же не ездил на этих тачках то есть вот на е38 я могу теперь обзор снять потому что я знаю что это за машина а блять если бы я рандомно чисто полчаса на ней поездил перед видео и какие-то выводы делать ну реально на 38 надо вот не накататься покататься я вот так скажу чтобы прочувствовать эту тачку даже не на в 12 на обычном моторе что думаешь лучшие тачки до 500000 до 500000 хендай солярис из-под такси или киа рио всажены в жопу из-под такси потом отшпаклёванные на самом деле я не знаю я не знаю че вообще продают сейчас за такие деньги я смотрел бы только бмв исключительно бэхи я никуда не ходил учить смысл я еще тогда мне пришло видение то есть после школы то что мне надо ничего не делать деградировать бесконечно пить пиво и смотреть стримы и видео ильи медисона я знал что мне это рано или поздно пригодится в жизни и заметьте это мне пригодилось жизни то есть я не просто так себе это выдумал в голове реально же пригодилось это в жизни видите мурка обзор на воду сделай как начинающим-то заводом пока она у тебя но я там нечего взрывать по сути тоже жига братан сложного там ничего нет вообще ничего нет сложно она даже во многом проще она упрощена в отличие от жигулей там нечего обозревать просто как сумму по сути по сути давай очень грубо скажем девятка задним приводом то есть она по компоновке по месту в салоне по в принципе вот визуальному виду это что-то наподобие что-то между 41 москвичом и девяткой то есть такая серединка а по управляемость это классика но с рейкой то есть она приятней рулиться из-за того что у нее рейка они червяк вот и все вся разница короче там рассказывать нет у нее каких-то нюансов как на какой-нибудь бмв на в 12 до чтобы рассказывать о ней у меня очков волосатая сана гвент братан у меня тоже я не брею я тогда на родинку сбрил знаете как больно бы потом купил геймерской крысы астроном биотуалетом а такие есть уже мурок стал сомневаться в надежности и 34 там мотор дымел пиздец еще и после съемок фильма ее в метан сдали из-за того что она отвалилась полностью там как раз 2.0 на механике было спасибо играем так они специально там же я читал какое-то по моему этот интервью с теми кто снимал они же специально по моему они купили за 2000 долларов или две пятьсот ты только вдумайся это это сколько вот как год жмурки когда вышел фильм жмурки подожди 2003 а 2005 смотри давай курс доллара 2005 год подожди 27 рублей давай они за 67 тысяч рублей купили что ты хочешь как она должна работать было это же такой не с рынка это не просто не с рынка это не снизами не за рынка типа но это же она была мертвее мертвого они же и брали чисто для съемок она как бы символизировала вот этот конец именно эпохи 90-х то есть она символизировала во что превратились те кто не перешел не стал играть по новым правилам кто еще остался в том криминале в том же криминале как который был именно в 90-х вот в том же виде полностью она была частью этого фильма это бэха она именно символизировала вот эту всю уже агонию этой машины то есть она пережила 90 она пережила времена когда она была новой она пережила солидных толстеньких дядечек бандитов на ней ездящих и в итоге досталось двум гопарям понимаешь то есть она и символизировала вот этот вот не мы не говорим про инфляцию в фильме мы не говорим про времена в фильме которые мы не говорим про то время которое они обыгрывали и снимали в фильме я имею ввиду на момент съемок она Она покупалась за 2,5 тысячи долларов, да, ну это же не деньги. Мур, как думаешь, стоит ли делать подвеску на классике в идеал или гибло-идеал? Да нет, там копейки все стоят. Ну как копейки, ты же в 10 ты уложишься на запчасти. Комплект реактивных тяг, рычаги новые, все это хуйня в сборе. Эти, как они, червяк рулевой, но червяк можно не менять. Тяги, вот эти рулевые, трапецию рулевую в сборе, маятник рулевой в сборе, поперечину новую. Вернее, там даже на самом блоке тебе предусмотрено. В 10-15 даже спорт уложишься, типа якобы спорт-ходовку. Амортизаторы были по 900 рублей, сейчас не знаю, насколько подорожали. Были по 900, 4 штуки, это 4 там тысячи. Комплект Тяк Панара, 2 500, это 6 500. Получается, передние рычаги по 1000 рублей, но это 10 уже немного. Но в 15 точно уложишься на всю новую ходовку, вообще всю новую. Главное, смотри, отзывы читай, и некоторые вещи автовазовские лучше не покупать. То есть, как бы это тупо не звучало, но некоторые позиции лучше купить какие-нибудь Pro Sport, там, Тюнинг, Спорт, Турбо. Потому что родные, типа якобы родные автовазовские запчасти для классики, они ломаются, даже не успев установиться на машинах. Я тебе абсолютно серьезно говорю. Мне тогда новые рычаги приехали, кривые. Представляете, как приехали? Мне их продали, я их обменял потом. То есть, я достаю из коробки рычаги, они кривые. Мы берем старый рычаг копеечный, это я в копейке менял рычаги. Берем старый рычаг копеечный, он целый, ну как целый, то есть он выглядит визуально, в самом блоке разбитый, да, понятно, но он имеет плоскость, то есть он ровный, он не мятый. Берем, достаем новый, лада детали, оригинальный с голограммой. Достаем новый, лада детали, рычаг с коробкой. У него формовка кривая, и он вот такой вот, ну, вот там вот так идут две этих, вот, которые крепятся, вот так, два, не знаю, буквы В, В. И вот он кривой, вот одна выше, другая ниже. Мы его что, молотком будем отстукивать, что ли, чтобы на машину поставить? Я сдал их, взял другой комплект. Поэтому некоторые вещи лучше заказывать сразу какой-нибудь Pro Sport Tuning, потому что иногда вазовские запчасти хуже, чем какая-нибудь китайщина. Серьезно, да, такое бывает, но это и есть, в этом и есть прикол, что ежей, что москвичей, что автовазов. Миша, привет. Когда будет стрим из гаража с кумолом и пивом, как раньше? Сцепление можно будет вернуть. Только опять доставка и минус 10% от стоимости. Ну, хотя бы можно вернуть. Спасибо, Леня, большое. Не, не будет такого, потому что все знают, где гараж, народа слишком много, и мне не нужна толпа под гаражом, понимаешь? Мы только начнем стримить, мы там будем стримить, отдыхать, бухать, и чтобы толпа народа собралась там в ГСК. Либо у выезда из ГСК, либо вообще заедут на территорию, там у гаража будут стоять, двери стучать. Не-не-не-не-не, не надо. Я на такое не пойду. Спасибо, Дэн, операторы ВМ. Да, я же их отсортировал даже по альбомам. Вот, они типа есть там, два альбома. У меня, кстати, есть страничка музыканта ВК, сейчас я вам покажу. У меня теперь есть страничка музыканта ВК. Э, а где? А, нет, да, 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 вот, 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 да, смотрите, смотрите. Мурк, это оперской БНВ. Короче, вот у меня хиты написано, нью, смотрите. Альбомы даже есть, смотрите, назад нажимаешь. Вот альбомы, диптонус, диптонус, смотрите. Я музыкант. Рэп написано, рэп. Э, мурк, это оперской БНВ Х6 или кооперативный? Оклеен какой-то пленкой. А, да, 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 да. Не, ну это по приколу. У него такие же зазоры, весь кривой. Смотрите. Номер РОР. Ему одной буквы не хватило до вора. Все отвалилось, губа как у меня отвалилась, локер болтается. Вон саморез торчит. Смотрите, я думал, что это у меня так колхоз. Смотрите, какие зазоры с палец. Я у меня прям это, мне приятно стало. Ни у одного у меня такой мертвый колхозный Х6. Я прям, я прям рад несусветно. Вот спасибо тому, кто поднял настроение и кинул мне эту картинку. Спасибо, Михаил Палыч. Мурк, расскажи про Черепнова. Это твой бро. Ну да, мы с ним давно познакомились, еще в 2008 году. Я же где-то это рассказывал. В видосе, где я Камолу БМВ дарил вот эту синюю Ксюшу, я рассказывал там все про наше знакомство с ним. Ну вот, считай, там с 2009 года, наверное, где-то плотно общались. То есть, вот уж сколько лет скоро будет. Так, подожди, здесь в 2009 начали плотно общаться. Ну, получается, уже 13 лет. Вот где-то в августе, в июле, в августе будет 13 лет как такого плотного общения, так скажем. И сразу говорю, не надо вопросов. Секса у нас черепным не было никогда. Никогда, я честно вам говорю, могу поклясться. Никакого секса с черепным никогда не было. Хватит мне это писать постоянно. Бывает мне навязывать утехи с Данилом Владимировичем. Он брутальный, я повторяю, мужик. И бы не работали. Это прям брутал настоящий. То есть, топором он машет, если надо. Может и кулаками помахать. Может и штангу потягать. То есть, он такой чел. Это чисто такой, как это называют, медведь брутал, такой волосатый весь, как орангутанг. Ну, Данила, я имею в виду. Мурк, расскажи об отношениях Камола с щитками, пожалуйста. Да он их просто собирает. Это все пошло с тех пор, когда он первый свой щиток, он залутал, когда я ему подарил от десятки своей старых щиток. И так это все пошло, поехало по накатанной. Он их начал просто складывать в подвале, как Плюшкин. То есть, щиток к щитку у него. Прямо они ставились. Щиток к щитку. И потом он менял на своей девятке щитки. Потом у него была десятка, он на ней менял щитки. Потом у него была, по-моему, следующая десятка, он на ней тоже менял щитки. И у него теперь такая традиция. Практически в каждой тачке он меняет щитки. Я сейчас без шуток говорю. Просто вот по приколу. Я тоже этим хуйня раньше баловался. Но я вырос из этого. Я сейчас не меняю щитки. Но Даниил меняет щитки. Вот. Бэху на лето нашел. Какая же красивая. Е38. Вообще классная. Вот такую бы сейчас себе взять. До рестайлинга. С английскими глазками. С ксеноном. Вот это красивый проект. Ковши стоят. А, нет. Один ковш стоит. Один-один ковш. Я думал два. У Криосана канал угнали? Да ну-ка. Сейчас глянем. Криосан. О, Тесла лайф. Короче, взломали Криосана. Отправлять сообщения в чате могут только пользователи, которые подписаны на канал как минимум 13 лет. А где ссылки? На чем они зарабатывают? Это, блин. Где ссылка? Вот как они на этом зарабатывают бабки? Я не понимаю, типа. Вот, типа, я захожу, окей. Я захожу, хорошо. Носкам попался, окей. Куда мне перейти-то, чтобы бабки вложить? Я просто не шарю в этом. Ну, неплохо, чё, прикольно. Мне всегда хотелось какого-нибудь огромного, огромного американца. Именно старого. По типу Мустанга. Ну, естественно, Мустанг это несбыточная мечта. Никогда я себе такое не куплю. Но всё равно хотелось бы такого. На V8, на древнем. Чтоб там всего 120 лошадей было. Но при этом V8, чтобы рычал и жрал бензин просто не в себе. А у них время течёт. Смотрите. Чё за прикол? Кто-то подкручивает время. Всё, Криосанс сдулся. 4 миллиона, 4,9 миллиона подписчиков. Рекламный менеджер, дурак, открыл ссылку. Открыл документ. Угнали канал. Так ему и надо. Одна реклама говняная. Контента не было никакого. Видосы только что были, а теперь стримы только остались. Кто-то прямо сейчас трёт канал ему. Кто-то ему прямо сейчас канал трёт. Только что же видосы были у меня просмотрены. И вот так видосы. Вот прямо сейчас кто-то сидит и трёт ему канал. Всё. Свалкеру снесли без возврата. Вот. Пожалуйста. Свалкер не смог вернуть. Возвращают те, у кого бабок много и связи есть в Ютубе. Я вот не факт, что вернул бы. То есть это крайне обидно было бы. Если я так вот глупо потерял бы канал свой. Потому что... Это очень... Дописаться вообще до Гугла это такая серьёзная проблема. А тем более в России. Сейчас сами понимаете, как... Ну, какая ситуация. Как к русским относятся. Поэтому... Если бы у меня сейчас что-то случилось. Ну, было бы крайне сложно без менеджеров. Без каких-то крутейших партнёрских программ. Добиться хоть чего-то. Вообще без вариантов. Поэтому... Скорее всего, я бы остался без обоих каналов. Потому что у меня всё к одному аккаунту привязано. Без трёх каналов. Ещё отвал продакшен у меня уехал. Результаты очередного фестиваля электронной музыки. В сюжете Александра Лысова. Тело, бля. Кислоты пахалал такой. Бля, красавчик. Бля, это нормально. И для этого юноша танцеважа подошла к концу. Он пугается видеокамеры, теряется в пространстве. И не понимает, что с ним происходит. Бля, это спайса... Спайса хапанул. ...человек, который, судя по всему, употребил вещество под названием бутерат, тоже поедет вместе с медиками. ...отерявших связь с реальностью... Чел. Сколько отчаяния в глазах человека просто. ...реальностью... Вот это классно. Нельзя сказать, ты просто космос, Стас, о водителе шестёрки, который устроил длительную погоню на улице Воровского. 17-летний Лихач... О, Воровского. Да, наверное, нет. Лихач решил погонять и направился по улице Менделеева в сторону Московской. Перекрёсток он проехал на красный и тут же потерял управление. Ой, не входит, не входит. Сейчас он ДТП звонит. На западе подчиняется шестёрка, а Микэйл 870, только ДМА-43. У них что, приоры не хватает, чтобы догнать его? Машина... У-у-у, вот это его развернуло. Они не пытаются даже его задержать. Уже во второй... Почему они его не прижали? Устанавливайся! Луганский гонщик проехал... Менты подвеску берегут Дзержинского, водителя шестёрки. В дрифт зашёл. Его развернуло. Чё с колесом у мента? Полицейские уже приготовили оружие к стрель-восьмёрке. Пассажир авто Савелий после задержания ничуть не расстроился. Скорее, он был рад, что удалось так лихо погонять. Как на льду, да, вас крутило? А почему не остановились-то? Это же аварийная ситуация, но могли люди погибнуть. Не хотели штраф... Преследование BMW X5M на скорости 250 км в час. Это я на бэхе летел с Екатеринбурга. Спасибо за соточку. Един он мента протаранил. Он говно везёт, наверное. Героин или гашиш какой-нибудь. Хорошо, она по полям ездит. А вы говорите, оффроуд для BMW X5 это типа невозможно. Как видите, возможно. Бункер нашли. Дом я прислал же. Я Соколову прислал. Да, хорошо. Это менты нашли? Сотрудники полиции Петербурга задержали группу похитителей автомобилей премиум класса. По версии полиции, для совершения преступлений гонщики использовали высокотехнологичное оборудование. Действовали по установленной схеме с помощью удочки. Всё, понял. Сколько они денег потратят это? Они под домом себе вырыли. Под домом вырыли себе. Это мне в гараж, они пришли полицейские. И у меня описывают номера все. Вон она, глушилка GSM, глушилка GPS и всего. А насчёт взлома каналов нету варианта, что это отличные хакеры занимаются, чтобы люди на руту переходили плавненько. Мне кажется, им нет места. Мне написал один из этих скамеров, кто этим занимается, кто угоняет канал. Мы с ним мило побеседовали. Он объяснил, как это происходит. Нет, это не имеет отношения ни к гуглу, ни к этому. Всё элементарно делается. В письме фишинговой файл ты его открываешь, запускается скрипт. Передаёт все твои логи, куки и прочее говно. Это вы кого вызвали? Вы чё, угараете? Вы чё, угараете? Вы дурку поедете? Какую дурку? Какую дурку? Б**! Вы чё, угараете? Солик, куда вы меня? Бери! Б**! Б**! Давайте. До свидания. И... Всего вам доброго. Спасибо, что досмотрел до конца. И если хочешь отблагодарить меня за нарезку, то подпишись на мой второй канал. Ссылка в комментариях. Субтитры сделал DimaTorzok